Друзья, всем привет! Вы на канале JW Оргия. Ну что, друзья, давайте стишочек на день разберем. Сегодня хочу разобрать быстренько стих на 9 ноября и на 11, потому что на 10 число есть стих на день, и он выйдет. Что хочу сказать по поводу 9 ноября. Вот такой стишок веселый, непрестанно молитесь. Долго на нем не хотел останавливаться, потому что, в принципе, и так все понятно, нужно постоянно молиться. Этот стих у нас, кстати, уже когда-то был, мы его разбирали. И они везде, естественно, в этом, ну везде, где речь касается молитвы, вынуждают, или как это можно сказать? Побуждают. Побуждают, да, вот и нам подсказывают. Побуждают своих адептов постоянно, непрестанно молиться, где бы вы ни находились. То есть такая зависимость от Иеговы. И вот вначале они говорят, мы можем обращаться к нашему Богу в любое время и в любом месте. Ну, естественно, сейчас как раз во время пандемии у Иеговы, я уверен даже, что, скорее всего, есть аккаунт в Зуме. Поэтому он всегда на связи и может с вами, Иеговиста, в любое время пообщаться. А мы приступим к следующему стиху и разберем стих на 11 ноября. Друзья, тут вообще умора сейчас упадете. Если вы стоите, лучше присядьте. Сейчас зачитаю стих на день и будем разбирать эту юмористическую передачу. И звучит следующим образом этот стих. Те, кто не повинуется слову без слова, понятно, уже такой приказ, да, приказной тон, могут быть завоеваны вашим поведением, наблюдая за вашим чистым поведением и видя ваше глубокое уважение. Вот сначала, согласитесь, стих вроде бы ни о чем. Я тоже об этом подумал, пока не зашел. Вот 1 Петра, 3 глава, 1-2 стих. Вот сейчас мы зайдем, мы посмотрим, как звучит этот стих полностью. Они нам в стихе на день полностью его не зачитывают. А я вам сейчас зачитаю полностью. И звучит он так. Таким же образом вы, жены, это то, что не упустили, подчиняйтесь своим мужьям, чтобы те, кто не повинуется слову, без слова были завоеваны вашим поведением, наблюдая за вашим чистым поведением и видя ваше глубокое уважение. То есть посыл стиха в том, чтобы жены подчинялись своим мужьям, а те, кто не подчиняется, ну, вернее, чтобы не подчинялись своим мужьям, жены, и подавали другим пример, другим женам, которые не подчиняются, они увидят, что эти женщины подчиняются и сами будут подчиняться. Ну, фишка не в этом. Дело в том, что, сейчас я вернусь обратно, дальше в пояснениях к этому стиху, сейчас вообще вы умрете, совершенно о другом говорится. Жены здесь вообще ни при чем. Вот послушайте, мы хотим, чтобы наши родственники приняли благую весть, но заставить их это делать не в наших силах. Ну не хватало, чтобы было еще в ваших силах заставить человека что-то делать, не говоря уже об этой секте вонючей. Однако мы можем помочь им задуматься над сказанным в Библии и открыть свое сердце для истины. То есть принудить мы их не можем, а так хотелось бы, поэтому мы можем им помочь задуматься хотя бы, то есть промыть мозг по сути. Помните, дела говорят громче слов. Я говорю, что у вас дела, вот это служение, это вы делами называете. Дела это когда вы какую-то пользу приносите людям, а не наоборот вред, затаскивая других людей в эту секту. Но мы почитаем дальше объяснение от этих вмазанников. Не знаю, мне нравится это слово, потому что оно реально подходит им. От этих вмазанников из руководящего совета. Они пишут нам. Часто на наших родственников большее впечатление производит не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Не сдавайтесь. Это не призывает своих эговистов. Не сдаваться, если их родственники вдруг чем-то недовольны или им что-то не нравится. Ну, подождите. Может они со временем зазомбируются все-таки. Вам получится их зазомбировать. А я буду предупреждать этих родственников, которые будут смотреть канал JW.org, чтобы они не подавались на эти манипуляции. Будем мы с Инной вместе показывать, какими способами, какими манипуляциями они пользуются, используют, вернее, какие манипуляции для того, чтобы привлекать людей в эту секту. И чтобы вытянуть из них денюжки. И поехали дальше. Нам нужно брать пример с Иеговы. С Иеговы брать пример. Бред вообще. Он снова и снова дает людям возможность откликнуться на благую весть и обрести надежду на вечную жизнь. Знаете, блин, похоже на то. Снова и снова дает возможность. Как будто он такой, ну блин, паря, слушай, последний шанс тебе даю. А потом, ладно, еще, короче. Еще тебе шансочек дам один. Чтоб ты обрел вечную жизнь. Апостол Павел побуждал Тимофея не сдаваться в стремлении помочь людям. Блин, у меня даже уже мозг кипит от этих побуждений, от этих стремлений. Заметили, да, друзья, что они постоянно в каждом, чуть ли не в каждом предложении говорят, что там кто-то кого-то побуждал. Ну чтобы, они говорят для того, чтобы иеговисты брали пример и думали, что, блин, чем я хуже. Мне тоже надо брать пример и вот так вот помогать, помогать типа людям. Почему, спрашивают руководители секты. Потому что поступая так, Тимофей мог спасти и себя, и тех, кто его слушал. Ну красивая такая сказочка с красивым завершением, да. Мы любим наших родственников. Такое внушение красивое. Мы любим и поэтому хотим... Зазомбировать. Да, зазомбировать. Только хотел сказать. Кстати, ничего плохого, естественно, в любви к родственникам нет. Но их постоянные вот эти фразочки мы любим, мы должны, мы хотим. Вы, наверное, друзья заметили, да, уже по каналу. Во многих стихах они об этом прокручивают постоянно, промывают мозг, чтобы человек постоянно находился вот в этом состоянии, что он должен, обязан. Так, мы любим наших родственников, поэтому хотим, чтобы они узнали истину и слово Бога. Вот так вот красиво они завершили этот стих. И заметьте, друзья, что ничего общего этот стих, вернее, это объяснение ничего общего не имеет со стихом на день, в котором написано о том, чтобы жены, что жены должны подчиняться мужьям и подавать пример другим, чтобы те видели и тоже подчинялись. Они это как-то так классно перекрутили на то, что все должны как бы к Иегове прийти, и что иеговисты должны больше там служить и искать этих жертв, опять поиск жертв, побуждение на то, чтобы они искали потенциальных жертв, которые будут потом дальше приведены в эту секту. Вот как бы так, возможно, что-то Инна хочет сказать и передать вам привет. Ну, в общем, все понятно, да, как бы, видите, у нас тут нет никакого принуждения, в отличие от секты иеговистов, когда они говорят, может, вы думаете, может, вы... Они даже не так говорят, они говорят, вы точно хотите этого. Не хватало еще, чтобы... вернее, осталось еще, чтобы они сказали с экранов мониторов, мы знаем, что вы очень хотите приносить добровольное пожертвование. Хотя, возможно, Энтони Моррис уже об этом как-то и рассказывал. Надо будет еще раз пересмотреть его ролик про денежки, в котором он красиво рассказывает о том, что если ты не принесешь пожертвования добровольные, то как же ты вообще лох такой, блин, неугодный такой, как ты вообще, тебя земля носит, что ты пришел с пустыми руками к иеговине и принес добровольное пожертвование. Почему я все время об этом говорю, друзья? Потому что, еще раз повторюсь, это бизнес, это манипуляции человеческим сознанием для того, чтобы этот бизнес процветал, поддерживать его материально нужно постоянно. Они на этом зарабатывают. Это их, так сказать, работа. Поэтому мы, друзья, об этом знаем. Причем этот бизнес начался еще со времен Моисея. Да. Он был таким сильным человеком и все это замутил, всю эту муточку. Вот если почитать Библию, яговисты, не знаю, как они ее читают, яговисты Библию, вот мы когда читали... В законе они не видят, что левиты там обжирались, и все им там неслось и неслось, они ничего не делали, кроме как служили и ягови. Да. Якобы под прикрытием того, что они там какие-то служения, какие-то все сожжения совершают. А часть же все равно им шла, потому что они ничего не производили, ничем не занимались и хавали то, что люди приносили. А нельзя было не приносить, потому что это был закон. В общем, большую часть они сжирали, потому что нанеслось там просто тоннами, друзья, просто тоннами. Шикарный бизнес на ровном месте, просто ни на чем. На пустом месте, на невидимом боге. Что-то там придумали, закрутили, завертели и сделали из этого себе кормушку бесплатную. А что нет, супер, молодцы. Руководящий совет взял пример. Делает тоже самое. Классно, да, всем этим делом руководит. Ну все, друзья, вот такой стишок на день на сегодня. Всем желаем мысленно и хорошего настроения. Вот так вот сейчас мы вам покажем нас, покажем... Ну что нас? Покажем парк. Покажем парк вам. Вот такая тропиночка. Лися попадали, чистят его. Вот такой красивый у нас парк. Там дальше вот те красненькие, это турнички. Мы на них летом занимаемся. Еговисты не занимаются. Нет, тут одна выходила, крутила этот самый орбитрек. Хотела похудеть. Хотела похудеть. Думала, что поможет. И причем эта женщина, которая, ну, видео есть на канале, как мы на турничках занимаемся, она там орбитрек крутит. Причем мы когда там были, мы им рассказывали, как нужно похудеть и из-за чего они не могут похудеть. И как в пустую, как говорится, как в пустую, это самое, как вот в воздух. В одно ухо влетело, а в другое вылетело. Ничего, не хотят вообще информацию воспринимать. У них даже не влетело в ухо, у них там пробки. Пробки Егова забил, или старейшины забили им пробки, и они ничего не слышат. Ну, все, друзья. В общем, все. Желаю всем хорошего дня. Желаем мы с Инной вместе. Да, и я тоже. Да. Всем пока-пока. До следующих стихов на день. Субтитры сделал DimaTorzok